Вика приехала в Приморье из Южно-Сахалинска. Ее родители – энергетики в третьем поколении. Сейчас девушка учится в физико-математическом лицее и собирается пойти по стопам родителей. Родители давления никакого не оказывали, но станция моих родителей устраивает для детей работников предприятия конкурсы. То есть с раннего детства мне мама предлагала сначала рисовать рисунки, потом писать какие-то работы, сначала основанные на интересах, потом какие-то исследовательские работы. Я поняла, что мне это интересно. И с восьмого класса я уже рассматривала эту профессию как свою будущую профессию. Случайных ребят здесь нет. Все они прошли конкурсный отбор от организатора смены Дальневосточной распределительной сетевой компании. В смене более 100 школьников, 13-16 лет, практически со всего Дальнего Востока. Заметим, что мероприятие проходит уже второй год подряд. В этом году к Дальневосточным энергетикам присоединились коллеги из Японии и Москвы. Наряду с преподавателями нашей компании мы пригласили коллег из Японии. Также у нас будут в конце смены коллеги из Москвы. Это у нас центр ЖКХ будет рассказывать о применении энергосберегающих технологий в быту и в промышленности в целом. В игровой форме зарубежные коллеги рассказали участникам смены о культуре энергосбережения в Японии, а также об опасности глобального потепления и способах производства электричества. Япония очень бедна природными ресурсами. У нее нет ни своей нефти, ни природного газа. Все завозится из-за границы. Нам приходится беречь энергию и ресурсы. И, естественно, мы учим детей с самых малых лет сберегать энергию. Например, выходя из комнаты, гасить свет и так далее. Мы хотим рассказать российским школьникам то, что знают японские дети. Сейчас все начинают медленно и постепенно переходить на гидроэлектростанции, потому что это выгоднее, это экологически чистые. И я узнал то, как именно работают гидроэлектростанции. То, как в них поступает вода, как строятся эти самые плотины, как сделать плотину более экономной. То, где лучше всего возводить это, то, что это должно быть между двумя горами, для того, чтобы вода заполнила ее. То, как воду перегоняют повторно. Если, к примеру, река, в нее мало воды поступает, то, как можно воду перегнать повторно. То, какие турбины используются, какой металл самый выгодный для этого и то, сколько из них получается мощности. Вообще, я учусь в техническом лицее физико-математической направленности, поэтому мне было интересно побольше узнать об электричестве. На этой смене я уже узнал, как устроены линии электропередач, как по ним проходит ток. Как вообще устроена система от электростанции до потребителей. Вместе с японскими энергетиками дети высадили сакуры на Аллею Дружбы, как напоминание о продуктивной совместной работе. Завершит смену «Энергия старта» молодежный форум, на котором школьники представят и защитят свои проекты в энергетической сфере, подготовленные в течение всего периода обучения совместно с преподавателями от Дальневосточной распределительной сетевой компании. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok